привет ну что я сижу в порту какой у нас красивый порт старый-старый как этот как амно мамонт так тихо здесь всегда мне так здесь нравится на фоне визуи да так прикольно я вахты тут все время такие стоят серьезные вот у нас ситуация принципе не осложнилась но как бы вот на народно на том уровне осталось которая была то есть ограничение между передвижениями внутри меня между регионами а внутри региона в принципе осталось передвижение тоже и но ограничение конечно много закрыть в 6 часов закрывают все рестораны бары еду на вынос ну в общем все закрывают конечно это нарушает привычный ритм жизни итальянцев потому что они традиционно вечером едят ну как даже не едят а вот собираются в каких-то барчиках сидят разговаривают общаются компании кто-то допустим идет с работы домой покупает еду домой пиццы там всякие вот дети очень любят да когда там папа приходит и по дороге ой маска в рот лезет и по дороге заходят допустим какой-то ком ну там пиццерийку уберет какие-то вкусняшки им да ну то есть то есть вот это вот так вот у них тут как-то традиционно вот каждая пиццерия имеет своих клиентов знает что любит каждый клиент какие какие для него специальные выпечки делать ну то есть вот 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 так у них как-то здесь и вот это все наруша нарушается конечно люди очень и очень недовольны тем что происходит бизнес вот этот вот ресторанный он уже затухает конкретно вот есть у меня полное ощущение почему именно так происходит у них здесь традиционно в пиццерии домашняя ну вот местная каждый вот там по сто лет иногда эти эти пиццерии одни и те же как бы фамилии до семьи их ведут вот нужно а вот этот вот традиционно не традиционный а вот этот транснациональный вот это вот жрачка это типа макдональдса да там киев ну вот эти ки 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 как они там херу маму знает ну неважно в общем вот эти бренды они тут не прижились и практически ну вообще не имеют здесь как бы рынка сбыта поэтому у меня полное ощущение что вот осталось поставилось сейчас четкое условие грохнуть этот местный бизнес для того чтобы зашел вот этот вот эти вот как говорится тошниловки не завод у меня такое чувство и вообще вообще не понимаю что происходит в мире блин ну а так конечно видите как у нас тут здорово море это всегда хорошо ну есть вот бастуют и знаете недавно разговаривала с одной итальянкой у нее промелькнуло такое выражение как ситуацию ситуационно-революционная то есть революционная ситуация а вот и они им правда им с одной стороны и страшно что вот такое да происходит что-то болтает их как бы колбасит а с другой стороны понимают что ну а чё делать надо же как-то за свои права ну даже даже это уже не права то есть уже это выживание в общем да такой картинка красивая а монолог не очень да в общем до встречи а вот я вот сейчас вот здесь сижу да в этом в порту и сейчас же выложу то есть я в режиме реального такого времени хорошо давай пока